Всем привет, с вами Вингельм и это еженедельный выпуск новостей PlayStation, в котором я обсуждаю все самые интересные инфоповоды, что так или иначе связаны с консолями от Sony. Ну и так как я не любитель длинных вступлений, давайте мы не будем тянуть и сразу перейдём к чему-нибудь интересному. Взлом пятой PlayStation продолжает набирать обороты, и теперь помимо игр с четвёрки, на прошитых пятёрках можно запускать игры с самой PS5. Естественно, так как взломанные плойки сидят на старых прошивках, ни о каких современных релизах не может быть речи, и единственное во что можно будет поиграть на такой прошитой консольке, так это только стартовые экзы PlayStation, вроде Демоновых Душ или Ретурнала. Но тем не менее, это всё равно просто гигантский рывок в сторону окончательного взлома консоли, и скорее всего уже через годик-другой абсолютно любой желающий сможет прикупить себе взломанную PS5 на вторичке и пройти все игры библиотеки PlayStation чуть ли не на халяву. Компания Sony официально заявила, что больше не планирует делать большого акцента на сервисных играх, и вместо обещанных 20 дрочилинь, компания выпустит только 6, да и то только из-за того, что они уже почти что готовы и им жалко выбрасывать свои наработки. В общем, слухи про уход Sony от онлайна оправдались по полной программе, и похоже, что компания действительно осознала свои ошибки в плане подхода к разработке игрушек, и теперь не будет насиловать студии, заставляя их делать донатные гринделки. Судя по всему, новый временный глава PlayStation Хироки Татоки не собирается задерживаться на этом высоком посту, и вместо того, чтобы принимать какие-то важные решения или менять политику фирмы, он будет все свое свободное время тратить на поиск преемника. Если вы задавались вопросом, где можно удобно и дешево приобретать игры для PlayStation, то магазинчик SmartPlay это именно то, что вам нужно. Ведь тут вы сможете приобрести все актуальные игровые релизы, а также сделать предзаказ на грядущие хиты, такие как Mortal Kombat 1 или Spider-Man 2. Также помимо игр, в этом магазинчике можно приобрести и другие цифровые товары, вроде обновленной подписки PlayStation Plus, которая вмещает в себя более сотни топовых игр и отлично подходит для новичков, что только недавно сели за плойку. Что же касается работы самого сервиса, то все делается очень просто и быстро, а все покупки совершаются на ваш личный аккаунт, но об этом вы можете почитать и сами, ведь все самое важное и так хорошо описано в закрепленном посте. А еще вы можете почитать более тысячи положительных отзывов и самостоятельно убедиться в добросовестности этого продавца. Похоже, что в PlayStation зреет масштабное расширение, и в качестве ответки на покупку майками Activision, Sony готовит новый план по слияниям и поглощениям, который, если верить инсайдам, будет довольно масштабным и включает в себя приобретение одного крупного издателя игр, вроде Electronic Arts, Sega или Ubisoft. Кто именно станет жертвой PlayStation и пополнит ряды сторонников Sony, пока что можно только гадать, но лично я ставлю на инклюзивных из Ubisoft, так как они самые дешевые, близки по духу в плане современных тенденций и находятся в финансовой жопе. Компания Sony официально отчиталась о продажах пятых PlayStation и заявила, что продала уже более 46 миллионов консолей. Таким образом, за последний квартал Sony реализовала примерно 8,5 миллионов приставок, и если такая динамика продаж сохранится, то до конца года Sony без проблем перемахнет отметку в 50 миллионов проданных PS5 и окончательно закрепит лидерство на рынке домашних консолей. Между Nintendo и Sony наконец-то тронулся лёд, и эти две крупные фирмы впервые за долгое время взялись за совместный проект, которым стал некий лайф-экшен по франшизе Зельды. И хоть по большей части это новость из мира кино, а не игр, она всё равно довольно важна, и демонстрирует, что эти компании начали хоть как-то сотрудничать после 20-летнего игнора. И возможно, что в обозримом будущем мы всё-таки увидим какую-то игровую коллаборацию между PlayStation и Nintendo. Разработчики из Insomniac Games подтвердили, что чернокожий Майлз Моралес это теперь главный герой и вообще основной паук их новой вселенной. Ну а Питер Паркер окончательно уйдёт с роли играбельного героя и будет появляться в играх серии чисто как второстепенный добавочный перс. Сразу несколько именитых инсайдеров заявили, что Sony готовит возвращение франшизы Бладборна. Правда, вместо привычного сиквела или какого-нибудь переиздания для PS5, возвращение будет в киноформате. Но даже так это уже лучше, чем ничего, ибо за успешным фильмом вполне вероятно может последовать сиквел. Разработчики GTA 6 наконец-то вышли из информационного вакуума и заявили, что покажут трейлер всеми ожидаемой GTA уже в начале этого декабря, на 25-ю годовщину студии Rockstar. Мультиплеерная The Last of Us Factions всё ещё находится в разработке, и чисто теоретически она ещё может дожить до своего финального билда. Тем не менее, на какой-то скорый релиз я бы всё равно не рассчитывал, так как почти все разрабы из Naughty Dog теперь заняты новыми сингловыми играми, а над онлайн-проектом по вселенной Ластухи работает только две с половиной коллеги. Для Diablo 4 анонсировали первое масштабное расширение под названием Vessel of Hatred, которое продолжит историю оригинальной кампании, добавит один ранее не светившийся в серии класс и даст поисследовать новый регион на Ханту. Как и предполагалось, Baldur's Gate 3 без особых проблем взяла звание игры этого года на Golden Joystick Awards, не оставив своим конкурентам ни единого шанса. И похоже, что эта ситуация повторится и на декабрьском Game Awards, так как у Larian получилась уж слишком крутая и масштабная RPG. Так как продажи Marvel Spider-Man 2 себя полностью оправдали и преодолели отметку в 5 миллионов проданных копий всего за 10 дней, к игре обязательно появится несколько дополнений, которые, как и город, который никогда не спит из первой части, будут продолжать сюжет оригинальной игры и закинуть удочки на дальнейшие конфликты в этой франшизе. Похоже, что убогое состояние Modern Warfare 3 и катастрофически низкая оценка на метакритике связаны с тем, что игру делали под диким давлением. Её хотели сделать до слияния с Microsoft и ограничили время разработки всего лишь до 16 месяцев. Релиз Alan Wake 2 оказался финансово успешным для Remedy, и теперь эта финская студия может спокойно заняться продолжением своих старых франшиз и даже выпустить переиздание классических Max Payne'ов. Вполне возможно, что знаменитый World of Warcraft спустя 20 лет после своего релиза наконец-то заглянет на игровые консоли, ибо онлайн и ПК уже давным-давно проседает, а приток новой аудитории может подарить этой онлайн-дречильне новую жизнь. Исходя из новой утечки, стало известно, что ремейк Silent Hill 2 находится на стадии полировки, его выпустят в свет в марте 24-го года. Игра выйдет одновременно на ПК и пятую плойку, а порт для зелёной коробки не существует даже в виде каких-нибудь планов. Полное издание Cyberpunk 2077, включающее в себя оригинальную игру и дополнение Фантомная Свобода, выйдет в цифровых магазинах уже 5 декабря, а коробочная версия ультимативной версии Киберпанка появится только в начале 24-го. Несмотря на крики и хайп, Mortal Kombat 1 продаётся очень вяло по сравнению с предыдущей игрой этой серии, и за всё время с момента релиза данная игра разошлась тиражом только в 3 миллиона проданных копий. Согласно очередной утечке из студии GSC, Stalker 2.0.0.0.0 выйдет уже через 3 месяца, а именно в феврале 24-го года. При этом в слитом отчёте утверждается, что игра будет очень сырой в первые месяцы после релиза, а разработчики уже готовятся к шквалу критики и обвинениям. Слухи о новом Assassin's Creed Red полностью подтвердились, и один из работников Ubisoft подтвердил, что в игре будет два главных инклюзивных героя. Чернокожий афросамурай, списанный с реального прототипа, и девушка Синоби с нетрадиционными ценностями. Новая часть Mass Effect появится на игровых полках только под конец этого десятилетия, так как команда, занимающаяся возрождением классической серии, довольно мала, и никто её особо не подгоняет. Ну а теперь, по традиции этой рубрики, давайте быстренько пройдёмся по еженедельной халяве, скидкам и обновлениям PS Plus. Во-первых, прямо сейчас и до 13 ноября, можно бесплатно и безлимитно играть в стратежку Anno 1800 на 5-й PlayStation. Игра полностью проходится в этом триале, а при наличии PS Plus можно даже поместиться в онлайне. Так что, если вам нечем заняться на выходные, то это далеко не самый худший вариант времяпрепровождения. Во-вторых, до 13 ноября, можно абсолютно бесплатно тестировать аниме-файтинг Граблю Фантази Версус, очередную анимешную драчку, где 2D-шные анимешные дурачки, месят друг дружку и постоянно что-то орут. Игра, конечно, мусор ещё тот, но в качестве халявной онлайн-драчки на выходные, может сойти. А ещё, с 16 по 18 ноября, откроется бесплатный доступ к Формуле 1 2023 года. Гоночные игры от EA, где нужно кататься на спортивных болидах, проходить сложные трассы и пытаться побить рекорды других игроков. Что же касается скидок, то на этой неделе с ними всё не очень-то и густо. И всё, что появилось, так это только краткосрочная распродажа под названием «Предложения на выходные», где продают GTA 5 с 70% скидоном, Hogwarts Legacy с 40% дисконтом, Wulong Fallen Destiny за третья цены и бандл Black Tail'а с 40% скидоном. Всё же эти недоскидоны будут актуальны всего пару дней, и уже 14 числа окончательно исчезнут из Тора. А вот 17 ноября в Стори появится действительно большая и масштабная распродажа игрушек, посвящённая «Чёрной пятнице», где обещают кучу крутейших дисконтов и занижённые цены на все самые интересные новинки геймдева. Поэтому если вы хотите закупиться по-крупному, то лучше подождите недельку и подкопите деньжат к грядущим скидонам. Ну а чтобы не пропустить будущие скидки в магазине PlayStation, да и в принципе быть в курсе всех основных событий, связанных с Sony, обязательно подписывайтесь на мой Телеграм, где я как раз и заливаю все самые свежие новости из мира игрушек и постоянно кидаю полезную инфу для владельцев PlayStation. Ссылочка на Телегу будет как всегда ниже под роликом. А теперь давайте немножко и про обновление местных подписок. Во-первых, наконец-то для скачки стала доступна ноябрьская подборка игр для PS Plus Essential, в которую вошла Mafia 2, Коуп-выживач про чужих и какое-то анимешное месиво по Драгонболу. Все эти игры уже можно добавить в свою библиотеку игрушек и спокойно качать на приставку. Во-вторых, уже 15 ноября владельцам подписок PS Plus Extra и Premium дадут доступ к свежевыходящей майнкрафтоподобной песочнице Teardown, а параллельно с этой раздачей расскажут и о остальных играх ноябрьской подборки для экстры. Ну и в-третьих, хотелось бы напомнить, что сейчас и до 17-го числа все еще действует скидка на месячный EA Play, который можно оформить всего за 34 украинские гривны или 12 турецких рублей, что ну крайне мало, учитывая недавнее появление Dead Space и Wild Hearts в этой подписке. Оформить же EA Play, PS Plus и вообще приобрести любую игру на PlayStation можно через магазинчик SmartPlay, так что если у вас есть какие-то трудности с приобретением игр на плойку, то не стесняйтесь и обращайтесь к этим ребятам, ссылочка на их группу будет ниже под роликом.